Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Мы победим и выкинем все эти законы в мусор. Бениамин Утаньяху, председатель крупнейшей парламентской фракции в Кнессете партии Ликут, находящейся в оппозиции, прокомментировал сегодня законотворчество членов нынешнего правительства Беннета Лапида, направленное на, как он выразился, ограничение демократических норм. В общественной жизни происходит нечто странное. По опросам поддержка нынешнего правительства снижается, а оппозиция и растет. Ликут усиливается, а Беннет в крутом пике. Они, однако, пытаются провести закон в иранском духе. По сути, создать ситуацию, при которой тот, кто должен победить на выборах, на них никогда не сможет победить, заявил Натаньяху и продолжил. Но они не могут сразу принять столь драконовский закон, потому что боятся общественной реакции. Поэтому они начинают с другого закона, ограничивающего срок пребывания в должности для премьер-министра. С закона, которого нет ни в одной стране с парламентской демократией, добавил Натаньяху. В Германии канцлеры Меркель и Коль на протяжении долгих лет возглавляли правительство. Пьер Трюдо много лет возглавлял правительство Канадой. Но никто не говорил, что в Германии и Канаде проблема с демократией, добавил экс-премьер. В демократических странах граждане решают, кто возглавит правительство, а не произвольный закон, передающий всю силу чиновникам и политикам. Невозможно остановить воли изъявления граждан. Мы победим и все эти законы выбросим в мусор. Вернем суверенитет народу, добавил бывший премьер-министр. Под иранским законом Натаньяху, по всей видимости, подразумевает намерение министра юстиции Гидеона Саара при поддержке других левых фракций запретить занимать должность премьер-министра человеку, который находится в статусе обвиняемого по уголовному делу. А также законопроект, по которому премьер-министр Израиля может находиться в должности не более двух-четырехлетних сроков. Прецедентов к такому закону действительно нет нигде в мире. Во многих демократических странах Запада народные избранники, воздавляющие правительство, находятся у власти очень долго, что нисколько не колеблет демократический статус этих государств. В частности, в ФРГ с 1982 по 2021 год сменилось всего три канцлера – Гельмут Коль, Герхард Шрёдер и Ангела Меркель. Премьер-министр Нафтали Беннет встретился сегодня с послом США в ООН Линдой Томас Гринфилд. Глава израильского правительства выразил надежду на то, что во время своей поездки представительница США увидит, что есть разница между тем, что говорят об Израиле в кулуарах ООН, и тем, какова ситуация в стране на самом деле. Беннет также надеется на то, что Томас Гринфилд получит больше данных об уникальных специфических проблемах, с которыми израильтяне сталкиваются в вынужденном противостоянии с поддерживаемыми Ираном палестинскими террористическими группировками. Нафтали Беннет также поблагодарил посла США в ООН за поддержку Израиля в этой международной организации. Израильский адвокат посетил, наконец, израильских туристов, арестованных в Турции. Условия содержания подстражей израильской пары, задержанной в Турции за фотографию Стамбульского дворца президента Эрдогана, являются неудовлетворительными. Об этом сообщил юрист. Я объяснил ситуацию подзащитным. Я сказал им, что весь Израиль следит за их историей. Я пытался вселить в них надежду и веру, заявил адвокат. По его словам, он и его клиенты плакали, когда встретились. Я пообещал им, что привезу их домой и действительно намерен этого добиться, добавил юрист. Тем временем турецкие власти настаивают на том, что инцидент не является безобидной случайностью, а имеет все признаки шпионажа. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу прокомментировал арест израильтян в Стамбуле, после того, как они сфотографировали стратегический объект, которым считается дворец президента Реджепа Эрдогана. Это был первый комментарий, полученный от официального лица Турции. Сулейман Сойлу заявил, что прокуратура Стамбула полагает, что израильтяне совершили преступление, подпадающее под определение государственный и военный шпионаж. Они не просто так сфотографировали президентскую резиденцию Эрдогана, но использовали функцию увеличения, а также пометили объект. Разумеется, что в этот инцидент вмешали силы безопасности, заявил глава турецкого МВД. Вместе с тем, Сулейлу подчеркнул, что последнее слово остается за турецким судом, которому предстоит вынести свое окончательное решение по этому делу. Приказано переехать. Госучреждения, отказавшиеся перебраться в Иерусалим, накажут шекелем. Правительство Израиля утвердило программу, направленную на стимулирование перевода министерств и правительственных учреждений из Тель-Авива в Иерусалим. Согласно этой программе, все государственные ведомства, кроме нескольких получивших специальное разрешение от правительственной комиссии по исключениям, обязаны в течение будущего года переехать в офисы, расположенные в столице Израиля. На разработку детального плана переезда руководителям ведомств дано 120 дней. В случае, если по каким-либо причинам этот план не будет представлен в срок или чиновники откажутся переезжать, расходы на ремонт и содержание помещений, а также приобретение мебели и оргтехники, ведомство будет оплачивать из своего собственного бюджета, как и налоги на выделенную ему недвижимость в Иерусалиме. Таким образом, учреждения-отказники будут обязаны оплачивать муниципальные налоги в двух городах – Тель-Авиве, где они работают действительно, и в Иерусалиме, где они должны работать. На сегодняшний день налоги за пустующие офисы, выделенные под государственные ведомства в Иерусалиме, а именно управление тюрем Израиля, отдел контроля качества продуктов питания при Минздраве, отдел полиции по борьбе с мошенничеством, управление дорожной полицией Израиля, а также целый ряд технических служб Минтранса и Министерства образования, оплачиваются из общего госбюджета. Размер этих расходов достигает миллионов шекелей в год. Вопросы о переводе государственных учреждений в Иерусалим обсуждается уже несколько лет. Однако его решение наталкивается на противодействие сотрудников ведомств, большая часть которых живет в Большом Тель-Авиве или соседних городах. Интересы этих работников жестко отстаиваются отраслевым профсоюзам. Поэтому не исключено, что в скором времени израильтяне окажутся перед закрытыми дверями ведомств и министерств с надписью «Извините, у нас забастовка». Министр финансов Израиля Виктор Либерман рассказал, насколько вырастут цены на жилье в Израиле в этом году и что будет в стране через 4 года. Либерман сделал несколько важных заявлений, выступая на конференции о объединении оценщиков недвижимости, которая проходит в Эйлате. Комментируя цены на недвижимость в Израиле, Либерман сообщил, что в 2021 году цены на недвижимость в Израиле вырастут более чем на 10%. «Есть пять факторов, которые влияют на рост цен. Два из них от нас не зависят», – заявил глава Минфина. «Это банковская ставка и стоимость морских перевозок, которая выросла более чем в 7 раз», – объяснил министр. «Мы можем влиять на спрос, предложение и планирование. И в этом году мы побили все рекорды по этим трем составляющим. Наличие утвержденного госбюджета и упорный труд приведут к тому, что мы ликвидируем отставания в этих сферах в течение 3-4 лет», – добавил он. Таким образом, согласно прогнозам Либермана, в этом году жилье продолжит дорожать, причем довольно быстрыми темпами. Но через 3-4 года рынок будет насыщен новым жильем. Вместе с тем, министр финансов отметил, что если рост цен на недвижимость в 2022 году удастся свести к 5-6%, это будет большой удачей. По словам Либермана, экономика Израиля находится на крутом подъеме и растет головокружительными темпами. Мы превысили прогноз по росту с 5 до 7%. «Недавнее объявление рейтингового агентства Fitch поддерживает нашу экономическую политику. Все это и многое другое приводит к выводу о том, что мы находимся на верном пути», – утверждает министр финансов. А Виктор Либерман поделился и соображениями по поводу цен на продуктовые товары и дороговизны жизни в Израиле. «Ситуация, при которой цены на молочные продукты примерно на 80% выше, чем в других странах, недопустима», – заявил он. «Торговые сети неплохо заработали, особенно в период эпидемии. К концу недели мы закончим разработку двух больших и существенных пакетов мер – по борьбе с дороговизной жизнью и по вопросам экспорта. Я верю в честную конкуренцию больше, чем в контроль государства над ценами», – заявил политик. «По данным ООН, Израиль занимает 17 место в мире по уровню жизни. Через 4-5 лет мы хотим быть в десятке лучших, и это не преувеличение. Почему сегодня мы только во втором десятке? Потому что в арабском и ультраортодоксальном секторах Израиля уровень занятости и трудоустройства чрезвычайно низок», – заключил глава израильского Минфина. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok